эй всем привет мы с вами продолжаем проходить тиране но и в прошлый раз мы с вами стали обладателями еще одного черта как это называется шпиля вот вспомнил шпиля но и давайте-ка отправляться проходить подземелья дальше она ждет нас по крайней мере здесь может еще какие-нибудь артефакты найдем раз но они артефакты так может сигила фигигила тоже неплохой вариант у нас из этой локации есть еще один выход а поскольку но осматривать то откуда мы пришли нам не так интересно давайте попробуем спуститься вот здесь по ступенькам а здесь кстати что маяк старых стен мы его не тронули они он горит все хорошо хотя а тем ли он светом горит но но наверное чё а как нам сюда пройти а вот обходик ну естественно подземелье относительно большое и могу путаться слегка я так во спуск вниз пошли смотреть что нас ждет с этой стороны а нам с вами нужны учета чего там хорошо давайте вот с этими штуками сначала сразимся здрасте и наш персонаж у нас теперь кстати арсенал то побольше вот эта штука линия а также линия давайте попробуем вот так вот ну ка ну так себе хорошо а вот это ложная бездна вот сюда попробуем тоже был так а теперь горящая ладонь нет оплетающая пламя вот такую вот волну пустим ну-ка давай 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 дядь обалдеть огненный шар течет наш ниндзя стала кастером внезапно горящая ладонь еще у нас осталось обалдеть ни одного удара кажется наш персонаж так и не смог на и а вот наконец-то он смог нанести удар прекрасно ну что добиваем до ковыряли обалденно мне нравится я вот сейчас что-то начинаю думать но знал бы я а вот этой системе я бы назовел мага вообще я не очень люблю магами играть потому что ну как-то это обычно не знаю геморр на 1 и не очень-то интересно лично мне 2 а вот тут прям внезапно магия меня заинтересовала хорошо вот эти стены опустились а как туда попасть ловушенька ну шо ж наш персонаж с этим справиться у так а мы можем с вами кастануть на себя вот от спектральное размытие 5 уйти в инвиз и давайте этому гаденышу кинем например вот такую штуку а не не добросишь давай так чтобы добросить а вот сюда можем так ну-ка мимо мимо но мы пытались хорошо а вот это чем ложная бездна давайте ее тогда а мне не очень нравится что у нас всех танкует наша зверолюдка поэтому дядь то уж щитом своим постучи там как можешь а пожалуйста будь любезен вот так вот а также линия но огонек у красавчик просто красавчик наш чувак просто красавел на смотрите и огненный шар и огненная ладонь и управление иллюзиями а и спектральное размытие на барика которому достается который в ужасе бегать и дядь лечимся барик понятно не управляем лечимся отлично что-то внезапно все пошло не по плану но к счастью до лечилки довольно таки бесконечные ложная бездна давайте вот сюда чистый урон он всегда должен пройти правильно же но в кровотечении у них не восприимчивость но ну-ка горящая ладонь до зайдет сайт он и огненный шар дать вот сюда же а знаете чем вообще как бы наши комбо обилки надо юзать это раз а у нас есть с вами такой комбо обилка как табун который эту дрянь застанет возможно а во вторых у нас с вами есть флаг который мы до сих пор не применяли бессмертный ну-ка вот сюда давайте-ка алло вазь ну воткни флаг о а сколько у него кулдаун 7 минут йог макарёк здоровье 13 процентов каждые три секунды урон 50 процентов в течение 30 ну окей баф тоже серьезный баф прям такое-то не детский нифига себе хорошо вот этот вот сидел или может ты и не сапфир нет не щас не щас не щас не щас так наш персо наш опять же он становится оказывается в центре всего поэтому давайте-ка он на размытие на себя кинет только не надо атаки ты чего вдруг у тебя вот есть вот такая штука у тебя есть вот такая штука давай вдруг кости рук оба прекрасно оплетающие пламя есть так ли да наш персонаж пока короче скастают весь свой набор юного приключенца враги уже ну готова он не он не будет успевать скоро кулаками никого бить ну вот один раз ударил у него знания поднялись при этом хорошо че здесь ботиночки возьмем окей не ты ты не ты ну значит и вот тут комнатка не хочет открыться а вот кнопка кнопка кнопкой и ништячок еще соберем не забудем про ништячок и нажмем на кнопочку вот прекрасно дверь рядом открывается и мы с вами станем от северой мы с вами останемся в живых там что мы отправим нашего персонажа обезвреживать все они зверолюдку какую-то и тут о все финальную руну мы взяли вот отчет это так ну ладно там мы комната смотрели вот вот сюда как нам попасть скажите мне на милость она упорно закрыта он но зато мы с вами вернулись мы с вами вернулись получается да на первый этаж хорошо но все таки мне бы хотелось как-то вот в эту комнату за забрест если есть такая возможность возможности такой чё-то нет а ну вот руна которую мы не активировали естественно так кристалл маяки не отвечает на стеклоключи из этих старых стен если нам нужен стеклоключ из других старых стен просто здесь что-то светится прям такое что нам возможно надо вроде как все камни мы собрали давайте смотреть блин получается у нас сейчас возможно будет бой с боссом а имбо обилку которая бы нам в этом бою позволила возможно вообще его на халяву бы убить мы заюзали не зная что у нее такое долгое восстановление ну ладно с другой страну вот она слепое прохождение да кто кто же знал кто же знал ладно три ключа остались чая только сохранюсь на всякий пожарный так раз ключ камень не вызывает никакой ответ на реакции чпок что-то они выпадают в заглублении своих тут надо их поочередно что как интересно я не знаю можно ли назвать бесплотного облака и сердит им потому что кажется здорово его рассердил ой а там еще кто-то кристалл маяке тоже не отвечает так так ну что я слышу злые звуки это сфера выглядит готовы взорваться от самого легкого дуновения поскольку благоразумие нам чуждо и отступать мы не собираемся я это приготовиться к бою и чё слушайте но с первого раза у меня не вышло победить эту штуку мы с вами наверное знаете что сделаем мы вот сюда отступим проход вот и наш персонаж пойдет и вот эту штуку активирует скорее всего не стоит забивать на его помощничка и надо прибивать их в том числе сейчас мы отступим куда подальше эй ну куда ты алло а вот тут вот тут нормальное место для сражения деда все правильно делает деда юзает огонь так а наш персонаж один между отдыхов один между отдых можно будет использовать все таки так хорошо но мы начнем сложные бездны и будем короче этой дряни максимально пытаться устроить тяжелые времена потому что дрянь конечно крепкая а еще она призывает помощников периодически там легко не приходится деда парализовал но ничего я думаю знаете наш персонаж может заниматься помощниками этой дряни так барик а барик а ставьте на себя пожалуйста вот этих до экс не лечилку пока мы не тратим мы пытаемся разобраться с тем что у нас есть да мне кажется мелких проще убивать дед а у тебя отлип огонек не огонек у меня не отлип ну ладно хорошо отрицание более понеслась и надо добить все же вот это вот вот это вот давайте а дав добьем к счастью смотрите урон по нам распределился довольно таки равномерно поэтому когда мы с вами полечимся в принципе всех подлечим плюс-минус одинаково то есть у нас нет такого что кто-то прям приз дед давай вот теперь надо лечиться дед так и у деда еще кстати есть ой шин вот прекрасно добиваем а дав барик а дав добиваем я сказал на большую штуку пока внимание 0 хотя она с полными хп получается еще делать суперски и вот теперь снова продолжаем мочить большую штуку наш персонаж давайте-ка поскольку у него нет ни одного зелья лечения я их забыл вынести быстрый вызов представьте себе я надеюсь что эта штука не каждый раз на низких хп вызывает адов а только вот но иногда дед а знаешь что то лучше подлечить нашего персонажа подамажить то мы и им сможем вот так а давайте попробуем теперь табун применить может быть мы эту штуку сможем застанет но оглушить смысле но это и есть стал нормально вот сейчас кстати все хорошо идет прям вот сейчас прям как это как заказывали так ложная бездна держите чистый урон слота такая экс дедуль кого-то лечит снова молодец так ну давайте добьем теперь вот эту штуку если это возможно потому что один от я думаю нам погоду не сделает ой деда спугнули пожалуй есть есть открыто способность за репутацию гильдии книгачей в понимании магии артефакт не сломленных вы здесь нет а он вот здесь ну-ка а чего за понимание магии давайте так и гильдия книгачей во плюс 10 к защите от заклинаний суперски спасибо а за страх плюс 6 к знаниям надо их чуть-чуть припугнуть будет чуть-чуть совсем ну что артефакт артефакт опачки инсигния непоколебимости выйти из бреши в старых стенах а вот эти сигилов то на нас никак не не будут реагировать видимо не сейчас возможно когда-нибудь мы сможем как-то эту штуку применить но я если честно не хочу эту штуку отдавать книгачаем так то это артефакт за которым мы охотились и честно его добыли вообще то расквест нас ведет теперь когда артефакт не сломленных у вас пора выйти из бреши в старых стенах и вернуться в твердыню часовых хорошо раз нам не быстрее через шпиль все это было сделать да уцелеет знание дорогой вершитель судеб логан надеюсь это письмо застанет тебя в уверенном в умеренном здравии пишу тебе в надежде на сделку с судом согласно законам кайроса я лгу и сею ложь за время моей работе в школе чернил и пера из под моего пера вышло немало текстов хотя в каких-то деталях они расходились с тем как преподает историю верным слогам кайроса я искренне верю что мы не святатации не предатели писание наши лишь подчеркивают неизбежность прихода кайроса у меня нет права судить что подлежит цензуре а что нет если я правильно понимаю сия задача возложена на тебя но и предложение таково если ты сохранишь мои тексты и безропотно приму любой приговор какой-то сочтешь нужным мне вынести моя жизнь мало что стоит сравнение с писаниями создание коих бесчистное множество книгачеев положили лучшие годы я понимаю что тексты эти придется держать подземельях вдали от нечистых глаз но если ты заверишь меня что труды наши сохраняться я с радостью выдам себя суду головой если мое предложение тебе интересно отыщи меня я нахожусь сейчас вдали от развалин веленивой цитадели на обороте изображено как ко мне добраться если ты придешь я выйду к тебе навстречу слава кайросу книгачей л на обратной стороне пергамента имеет наброс имеется набросанный углем рисунок это небольшая крепость среди холмов в углу имеется карты ярусов нужное место отмечено кружком на бастардовом ярусе к северо-востоку от города бастарда запрашиваем больше информации дорогой господин или госпожа л если ваше желание придать себе суду искренне вам стоит отправиться кто но на архонту правосудия в город бастард и настоятельной аудиенции уверяют он мало спит и время для судебного процесса у него всегда найдется нищие не выбирают а преступникам не следует торговаться когда вина это единственная монета у них кошельке если вы сообщили мне чуть больше о себе в своем и своем положении я бы был менее склонен счесть всю эту историю ловушкой вершитель судеб логан прекрасно забирай своего голубя вас вось вось так на твердыню часовых прекрасно твердыни часовых ироним получил вам вынести камни толкования из бреши в старых стенах а мы не нашли 2 до а мы 2 не нашли но кажется мы там обыскали все что могли в общем то что значит старые стены тебя не прикончили по крайней мере на этот раз дракориус стоит посреди тел несломленных кто ты такой и что важнее почему это меня должно волновать не знаю стал ли ты таким дерзким суде тунана или из-за того что слишком давно не был достойном легионе я считаю что те стоит сильнее сожалеть о никчемных решениях которые привели тебя сюда я не собираюсь подпускать тяг твердыни часовых предатель давай бросим сигнию непоколебимости к моим ногам он указывает на свои сапоги кончиком оружия и даем ему в лицо при игрушке земли командир опальных провожает взглядом ваш импровизированный снаряд который рассыпается на ветру попытаюсь еще раз когда я подойду ближе давай покажу он делать шаг вперед и готовится атаковать ай когда же вы научитесь а вот правда когда же вы научитесь я разобрался там со всеми поэтому с тобой дядь я разберусь настолько охотно что ты даже не представляешь себе как то есть мы сейчас вот так еще запустим а нет не за а давайте вот так вот обойдем его вот теперь мы можем красиво запустить как-нибудь вот так вот понеслась ну что друг как тебе засранец теперь ложную бездну ищите тихо 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 ты чё дядь нам ты друг давай забей на все фигарь суда огонь огонь всегда спасает в таких ситуациях ну ну что крутой смотри сейчас вот те еще огненный шар прилетит и я надеюсь он среком к 6 так теперь тебе прилетит горящая ладонь вот а теперь тебе два удара в челюсть на раз-два так любая рик пум от пейся молодец касается парик молочина что у нас тут все отлипает пока отлипает вообще скорость наверно было бы здорово поднять потому что но кулдауны меньше это здорово ой 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 бедняги ну что горящая ладонь на лежачего не о чем на нас вырубился а правда вот что вот не жилось ему не былось вышел такой типа я тебя не пущу предатель да кто тебя спрашивать будет того опачки вернуться в твердыню часовых а простите не проще было все-таки действительно это сделать через через проход там ну в смысле через верх чё здесь ты вернулся ироним моргает от удивления то есть я конечно знал что ты вернешься просто рад тебя видеть он вытягивает одно из нескольких перьев пришитых к рукаву на уровне плеча и опускает кончик чернила расскажи мне о пережитом своими словами как тебе будет удобно вынужден проститься извини твердыни часовых говорите да давайте смотреть тут еще же этот клоун с мечом нашим бегает где-то артефакт нам так твердыни часовых пошли опачки могила клинков события группа подростков лет 12 от роду играют на околицы нищие деревеньки трое размахивают грубыми ножами и топорами из деревяшек им противостоят ребятки помладше с красными лентами нацепленными на запястье лодыжки и шеи они с готовностью сообщают что играют в рейдеров и погибелей эта игра распространена среди детей по всему тератусу смысл ее в том что вооруженные подростки уволокли некое сокровище в данном случае глиняный черепок из области именуемые старыми стенами не попавшись команде противника изображающих погибелей поскольку такие игры чаще обретают популярность там где погибели недавно появились вы спрашиваете подростков давно ли тут видели этих тварей они наперебой сообщают что на прошлой неделе один местный крестьянин слышал их забывание и видел свечение у старых стен неподалеку отсюда преследуем погибелей высушен на земле вы доходите до ближайших старых стен но там у этих древних камней нет ничего вы поворачиваетесь к старым стенам спиной думая что погибели вероятно вернулись ту бездну из которой выползли как вдруг налетает ветер вокруг вас начинают сгущаться люминицирующие сгустки а хвости потусторонней энергии принимают форму длинных острых когтей что происходит бичеватель смерть так во а блин вот с камерой то что она не может за пределы экрана вылезти во первых это сильно мешает во вторых нас тут расставили как захотели ну да ладно счастью судя по всему тут совершенно никакие вот эти штуки поэтому пару ударов и их не будет я даже не знаю ложная бездна давайте ее нет они ее но точнее ложная бед кощунственная литургия вот сюда сможем успеем у классно хубик пролетел а теперь мы можем обратно нашу мини карту растянуть ну что есть ли тут еще чего-нибудь на нем было написано нет но имеется ввиду имелось ввиду что никаких статусных эффектов нет но прозвучало отчасти как ответ на мой вопрос почему бы нет чем поможем ребяткам справиться да и плюс опыт лишним не бывает у нас с вами уже до следующего уровня какие-то относительные копейки остались я как бы если есть возможность прокачаться в принципе не против но заметьте да как мало видов врагов в игре вот это немножко уже начинает раздражать то есть есть человеке обычные самые человеке и есть вот эти вот дервиш и фигервиш и и все пока что мы больше ничего не видели хотя 32 или 33 эпизод порабу уже чуть увидеть хорошо твердыня часовых потопали а ну и знаете что пожалуй на этом мы с вами этот эпизод и закончим а продолжим уже в следующий раз по всему спасибо миша лебедева миша помянул андрею фиолетову евгению глебова до хармсу алексея смирнова просто еду сергея каина роки борьба антону цару баратман за серджу атирадоро феста когда вы 45 рус и дарьи кравчук за то что продолжает поддерживать канал всем вам огромное спасибо что вы приходите смотрите эти прохождения ну а мы с вами увидимся уже завтра пока что на этом все удачи счастливо пока пока увидимся а